Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Томас Перри. Мы находимся в клубе Бруклин, где сегодня выступает группа Лидл Би. Привет вам, ребят! Спасибо, что уделили нам время. О чем в первую очередь мне хотелось бы вас спросить. У вас недавно летом был в Еврату. Как вас вообще приняли в Европе? Какие города вам больше понравились? Как вам в чем он пошел? Приняли очень круто. То есть Европа... Можно сказать, Европа навсегда. Но больше всего нам понравилось по Франции, Парижу. Парижа, на Лоулендс в Голландии. Также понравилось в Амстердаме и Утрехте. В Париже вообще была очень сильная отрывная публика. Это, наверное, одни из самых бешеных людей, которые вообще... У нас был Soul Down в Париже был? Да. Просто это безумие. Мы вышли на сцену, они знали каждую нашу песню. И мы не слышали себя, потому что все перекликивали. Я думаю, вы, наверное, не ожидали, что у нас такое... Нет, конечно. Просто, честно, не ожидали. Мы приехали и думали, ну... Средничок был. В итоге было очень здорово. Они очень бешеные, очень драйвовые, отдающие энергию вообще просто по полной программе. И, ну... Соответственно, это было очень круто. Ну и Лоландс. Мне очень понравилось. Мы играли там... На одном... Ну, то есть, на фестивале еще выступали такие звезды, как Snoop Dogg, вот, да, вот, да... Skrillex, Prince of the Stone Age, Portishead. В один день с нами. И все на одной сцене, правда? Конечно. На разных сценах. А, на разных сценах. Это все... Мы играли на одной, Snoop Dogg на другой, Skrillex на третий, Portishead еще где-то там... Одновременно это было, что, как-то нашествии в свое время? Ну, там... Когда как? Сразу в течение дня... В течение дня. То есть, это как бы целый день, да, какой-то там концерт отыгрывают, потом на другой сцене концерт идти. Ну, это большой такой фестиваль европейский, он рассчитан на 50 тысяч человек, если не ошибаюсь. В этом году там было почти 100 тысяч. 100 тысяч. Я спрашивал у организаторов, мне сказали, что почти 100 тысяч. Да. И то есть, ей так получилось, что мы первая российская группа, которая приехала на этот... За 22 года. За 23 года. За 23 года. Это, наверное, горький пар какими были перед этим? Нет. Мы первые. Вы первые. За 23 года мы первые русские группы. А, 23 года всего существует фестиваль? Да. Вы первые, которые... Первые русские. В России. Как так? Ну, вот так. Круто, это здорово. Мы выступили очень круто. А пересекались с какими-нибудь зарубежными исполнителями? Пересекались со всеми зарубежными исполнителями, которые играли в этот день. Потому что гримерки были устроены так, что все артисты, играющие в наш день, находились в одном месте. Вот. У меня даже были мысли пофоткаться, но там огромный знак, фотоаппарат. Нельзя, типа, не снимать, не фотографировать, чтобы всем было спокойно. Более того, когда мы пришли в гримерки, то есть Snoop Dogg должен выходить уже, но он задержался, у него там были дела дымные. Дымные дела. Да. И мы такие, ну, подходим к организаторам, нам говорят, сейчас погодите. Дорогой Snoop Dogg, может выйти, группа пришла? Да, да, да. Snoop Dogg освобождал нам гримерку, потому что там задержался. Это было очень круто. То есть там все друг с другом общаются. Нет каких-то градаций, что там общаются. То есть там всем наплевать. То есть гримерки одни, то есть одно пространство, все занимаются одним делом. И нет никаких подбуждений. И это очень круто. Круто. Я думаю, это реально круто. Потому что нас в России не всегда такое встретишь, конечно. Ну, вот мы после Lowland сыграли на Кубани, там было сделано по такому же принципу. То есть все артисты находились в одном месте, ели в одном месте и тусили в одном месте. Мы за это лето, опять же, два раза пересеклись с Диант на Lowlands и на Кубани потом. Прикольно. Два дня подряд. Два дня подряд. Ребята, опять вы, да? Опять мы, здорово. Че, как-то летели круто. Ну, в таком духе. А сильно вообще отличается Кубана, скажем, от европейских фестивалей? Ну, это, блин, как сказать. У нас другая, у нас немного другое. Мы все-таки русские. Там вообще принципы фестиваля, они другие. То есть там, начиная от покупок, ну, то есть покупка-продажа, она осуществляется по другим принципам. То есть там покупаешь жетоны специальные, и на них уже берешь там алкоголь, или алкоголь, там еду и так далее. То есть это огромная инфраструктура. То есть там реально город, огромный город, где все работает как часы. То есть у нас все-таки фестивали крутые, для Кубана очень крутые фестивали. Атмосфера была отличная, что на Кубане, что на Лоулендж. Но у нас есть свои особенности. Нюансы какие? Мы по-другому действуем. Мне вообще кажется, что не стоит сравнивать с русские фестивали и европейские. Совершенно разные форматы, да, они совершенно действуют по-разному, как сказали ребята. И они просто разные. Ну просто многие не бывали в европейских фестивалях, поэтому, естественно, интересно узнать, что они различаются. И что на русских хорошо, что на европейских просто по-другому. Просто нужно давать отчет тому, что это Европа, а это Россия. Мы не одинаковые, у нас есть различия. Это да. И вот это сугубо эти различия. Потому что по звуку, по организации, у всех, ну то есть, Россия не уступает Европе. Серьезно. Просто немножко по-другому. Просто по-другому. Ну я понимаю. Там другие люди. Разные артисты, разные лайнапы. Организация примерно-примерно похожа. Да, ну это все круто. Ну то есть, что в России, что в Европе. Я помню. Ну, 2014 год, я думаю, что это уже должно было случиться. И у Кубана это один из тех фестивалей. Жалко, что он закрылся. Ну, на самом деле, я думаю, он будет. Просто по другим имени может быть в месяц. Вполне вероятно. Надеюсь, потому что... Моем мнение, я так считаю. Мне на каждой шту. Мы надеемся, потому что фестиваль действительно хороший. Очень круто все будет. Ребят, хотелось бы поговорить о ваших дальнейших планах. Что в ближайшее время от вас ожидать. И вот такой главный вопрос есть. Будут ли какие-то питчеринги с другими исполнителями? Есть такой в ближайших планах? Да, мы планируем несколько питчерингов. Но пока не будем раскрывать всех карт. Получится, получится, зашибись. Не получится, хер с ним. А планы у нас, как бы, ну, небольшие. Стать мировыми звездами. Если немножко подробнее, то вот о фичерингах, кстати. У нас же релиз был буквально на днях. Новый трек под названием Dead Unicorn. Который как раз таки сделан в сотрудничестве с Тарасом. Маманским из группы Стигмата. Подобные работы еще будут. Потому что это интересно. Это интересные штуки в нашем звуке появляются. Новые. Так что, да, это будет. И по планам у нас сейчас работаем над двумя новыми клипами. В скором времени будет новый трек. Я надеюсь, что без зимы мы успеем это сделать. И на Новый год, возможно, к вам приедем. Это, опять же, планы. Это не 100%. И, по всей видимости, февраль-март. Сейчас строю тур по Европе. Опять же, это планы. Но планы хорошие. И, вероятно, если уж идти еще чуть-чуть подальше, то ждите от нас нового альбома в следующем году. По поводу клипов хотел бы поговорить отдельно. У вас такие просто бешеные, сумасшедшие в хорошем плане клипы. Настолько качественно сделанные. Все вот эти вот идеи, поработки, насколько тяжело работать над клипом. Вы все вместе придумываете идею для клипа. Сколько на это время вообще уходит на создание клипа? От начала пре-продакшена до пост-продакшена? Ну, месяц, месяц-полтора. У каждого клипа своя выдержка. Но где-то месяц... Сейчас, который клип мы снимаем, у нас больше двух месяцев. Больше, потому что там готовка. В общем, большая, вы все умеете и поймете, почему. Так, есть клипы, которые... Сняты за день буквально такие. Например, взять этот самый... With Russia From Love, который сделан буквально вообще сзади. Два дня и... За один день и на следующий день уже... Вот, а есть клипы... Сняли ночью, смонтировали. Прямо сейчас. Все, а подготовка вложишь какая-то? Есть клипы, на которые уходило, например, по три месяца. Например, Life in the Trash. На которые было очень много подготовки. Долгие съемки и потом еще монтаж и пост-продакшен. Два дня съемок. От утра до позднего вечера. То есть, мы там жили абсолютно на свалке. То есть, все процессы, которые происходили в клипе. В год до Рима. На весенние мои колопа. Одежды. Передевания. Еды, собственно. От начала до конца мы абсолютно происходили именно в этой локации, в которой мы снимали. Вот, честно говоря, когда я увидел этот клип, я был очень удивлен, что это сняли в России. Потому что вот стандарт прям мирового масштаба. То есть, по качеству, по исполнению, стыдно очень круто. Такой маленький вопрос. Там есть кадр, где ты ешь червей. Ты плавно ел червей? Или это бутафория? Нет, я не ел червей, я ел опарыши. Это были опарыши. То есть, это были настоящие опарыши? Да. Жесть. Настоящие опарыши. Безумно невкусные. И я очень сильно плевал. Даже не представляю. И у меня было сколько? Четыре? Четыре или пять дублей, когда он их разжевывал, прополаскивал водкой. На самом деле, к этому делал. Потому что, открою маленький секрет, он не очень любит есть опарыши. Да и, наверное, далеко не каждый человек любит есть опарыши. И он очень долго готовился, очень долго репетировал. И было несколько дней. И это было достойно этого. Ну, это круто, да. Это на самом деле геройство. Потому что, смотря на это со стороны-то, я рядом. И смотря, как он зачерпывает вот эту горсть опарыши, они там все шевелятся вот так вот еще. Он засовывает это в рот, пережевывает, они еще и лопаются. Мне кажется, уже от разговора мне становится плохо. Ясно. Спасибо вам большое, ребят, что вы делили время. Удачного вам концерта. Надеюсь, еще в целом времени обязательно увидимся. Конечно. Спасибо вам. Спасибо.